МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомель сёння наведал министр по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь Владимир Вашченко. Он принял дел в урочистом просвячении першокурсника у специализованного лицея при Университете грамадянской обороны МНС Республики Беларусь у роды юных вратовальников. В Гомельской областной библиотеке имя Ленина свою новую книгу презентовал член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Юрий Плескачевский. Святочную падею просветили двум юбилейным датам – 75-ти годзю аутара и 50-ти годзю его навуковой деяности. А зараз об этой меньшим большим подробязна. Официйные встречи, деловые перемоги, выставы и презентации. Гомель принял первый форум регионов Беларуси и Украины. Каля 700 удельников на протягу двух дён шукали шляхи развития двухбаковых относинов. Головной падеей стал визит у Гомель президента у Беларуси и Украины. Александр Лукашенко и Петр Порошенко приняли удел у пленарным посадженни форуму. Подробязнасти у Вольхи Коноваловой. Перед тем, как выступить на головной пляцу с Беларуско-Украинского форума, президенты провели двухбаковую встречу. Лидеры двухкраинц устракаются не первый раз, и Александр Лукашенко теплый витая Петра Порошенко у Гомели. Основную вагу у размове президенты надали развитию гандлю, экономичному и инвестиционному супрасонництву про спрызму потенциалу прямых региональных контактов. Александр Лукашенко означает, что мероприемства первого дня форума прошли добро, и у такого формата работы есть великая перспектива. Это решение о приведении форума региону Украины и Беларуси. И я рад, что вам понравился Гомель. Вы его уже в первом приближении посмотрели. Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Но это естественно, поскольку граница здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев. Город Гомель – это хороший город, теплый город для украинцев. Вчера первый день наших мероприятий прошли очень хорошо. Губернатор докладывал, люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады вас видеть в Беларуси. Но я так полагаю, что следующий форум будет на территории Украины. И мы с большим удовольствием, большой делегацией приедем в тот город, который вы определите. В общем, добро пожаловать. Я хотел бы поблагодарить за то, как встречают украинскую делегацию вчера, сегодня, как Беларусь подготовилась, какой красивый Гомель, как украшены флагами Украины и Беларуси улицы Гомеля, как приветствуют люди на улицах. Звертавшись до беларусского коллеги и до удельника форума уже с плясовки пленарных опоседжений, Петр Порошенко означает, 8, а после и 10 миллиардов долларов взаимного товарооборота лишь бы целком реальные. 7 предприемств с беларуским капиталом уже увоходят у спис самых буйных податкоплательщиков Украины. На форуме презентовали своей махчимости 60 украинских компаний. Есть добрая основа для самых масштабных планов. Александр Лукашенко, протягивающий думку коллеги, еще расподсвержая, Украина з'является для Беларуси не только добрым сябрым, али и одним из наиважнейших политичных и гандлево-экономичных партнеров. Треба коопироваться и выходить на рынки третьих краин. Поднял Александр Лукашенко и ашэдну важную тэму – войны и миру. Беларусь готова и допомахчы у вращении конфликту на усходе Украины, бо гэта агульная беда для славянских краин. Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Я уже когда-то сказал, мы, если и придем с севера к вам, я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танки. Повторюсь, мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать в этом плане, мы готовы. Нам это решение дается непросто. Я вообще не приемлю, когда пытаются нашу украинскую землю использовать некоторые как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой. Но надо уметь договариваться. Потом решим, кто виноват. Вот эту проблему давайте оставим нашим детям. Пусть они потом с течением времени далекое видится, большое видится на расстоянии. Пусть они потом решат, кто виноват. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну. Мы к вашим услугам. Спасибо вам. Я хочу подякувати Олександру Григорьевичу. Хочу подякувати белорусскому народу. Хочу подякувати Минск. Я очень доволен тем, что в последствии наших договоров была прорвана дипломатичная блокада. И для нас это тоже важно. Потому что и для меня Беларусь, частенька Беларуси, не всегда остается в моем сердце. Большое спасибо вам за это. Анастасия Кучинская, Вольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель». Первый форум регионов Беларуси и Украины еще раз подтвердил зацикавленность двух стран одна в одной. Подписаны контракты больше чем на 100 миллионов долларов. Вызначены стратегичные планы развития гандлю и кооперации. А кроме экономики, на пляцовках форуму говорили обновуцы, адукации и культуры. Анастасия Кучинская расскажет больше подробно. Форум регионов Беларуси и Украины безумовно узрушил звыклое житие «Гомеля». Примая такое масштабное международное мероприемство, доводится нечасто. Хвалювание додает и то, что это первый форум, дорогу прокладывать за все, где складано и отказано. Но Гомель, видать, по всем с этим заданием справился. До пленарных опоседжений у дельники форума подошли у добрым настрою, а ли вельми серьезно. Настроение после первого дня форума у меня лично хорошее. Я думаю, что это не только мое мнение, но и моих коллег, работающих в компании «Беларусьнефть», потому что мы достигли конкретных договоренностей по продолжению работ на территории Украины. И видим, что переговоры прошли на хорошей ноте. И реально будут новые контракты. И это позволит нашей компании укрепить позиции на рынке Украины. Беларуси и Украине треба убирать барьеры у гандли. Про это открывающе пленарное поседжение, заявил наместник премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко. Украинский вице-премьер Геннадь Зубко дает, можно глядеть еще далей. Беларуско-украинские предприемства повинны выраблять продукцию, которую треба продавать на европейских рынках. В другой день форуму по меж регионам подписаны шесть договоров об супросовнестве. Среди тех, кто вырошел стать ближе, беларуский Гомель и украинский Днепр. Масштабная плясовка политичного и экономичного диалога собрала у Гомели керунников 17 украинских регионов. И одна из главных задач – наметить основные и прайоритетные на керунке дальнейшего супросовнества. Диалог регионов доказывает свою эффективность. Подписаны новые погоднения, агульная сумма контрактов перевысила 100 миллионов долларов. Мы, как отделение Беларусской торговой промышленной палаты, организовывали выставки. Были посещения и бизнесом, и органами власти. Основная часть, которая планировалась, переговоров прошла в ходе консультационного совета, который прошел вот здесь, в общественно-культурном центре. Почти на 14 миллионов долларов было подписано договоренности. Для представления махшимостевого творца на форуме регионов разгорнули некольки пляцовок. Экспозиция буйно-габаритной техники разместилась на центральной площади города. Калям Манежа Динамо показали выставы районных подворков и выробы ромесников. У самим Манежа досягни ненародных господарок Беларуси и Украины. Больше к 180 удельников забот двух боков проставили практически у всей сферы экономики. Николаевщина является одним из лидеров по производству как зерновых, зернобобовых культур. И мы, со своей стороны, заинтересованы в поставках не просто продукции, которую вырастили с поля, а переработанной продукции. Это может быть интересно, опять же, для регионов Беларуси. Наши регионы могут интересовать молочная продукция, потому что у нас осуществляется при наличии трех крупных переработчиков, у нас есть дефицит в молочной продукции, сырье для переработки. Я думаю, здесь тоже могут быть вполне интересные взаимные проекты, которые могут быть полезны друг другу. Новый виток у белорусско-украинских относинах – форум регионов да у сферы адукации. На деловом совете высшейших научальных установок двух краин подписано погоднение об супрацовнестве по Межминистерствам адукации Беларуси и Министерствам адукации и науки Украины. Мы действительно обсуждали вопрос организации независимой оценки качества, как это сделано в Украине. И этот опыт нам очень интересен, точно так же, как и в целом деятельность и в общем среднем образовании, и в профессионально-техническом, и в высшей школе. Первый форум регионов запомнится не только деловыми перемовами, а и культурной программой. Выстава бренда в Гомельской области, суместный концерт дружбы, улику галунных подей. На сцену громадско-культурного центра вышли больше 500 удельников за безвих краин. Это мероприемство, с одного боку, символ белорусско-украинского яднания, а с другого, махчимись ближе и познайомиться с традициями и культурой соседей. Инструмент бандура – это национальный инструмент, украинский. Он, я бы сказала, идентификает украинцев. Такого инструмента больше нет ниже в мире. Мы очень рады сегодня быть на этом форуме. И приехали мы с открытой душой, с любовью к наших братьев Белоруссии. Форум регионов Белоруссии и Украины в Гомеле в любом случае увозил нашу огульную историю. И не только проведенными перамовами и заключенными контрактами. И он стал доброй пляцовкой яшей для сябровских относинов. И уже вядома, что другие форумы регионов Белоруссии и Украины пройдя у Житомиры. Настасия Кучинская, Олег Сентюру, Евгения Савина, телерадио «Компания Гомель». Гомель обломаемость протягивает реализацию нерухомостей празэлектронные торги. Сусветная практика подтверждает, что это наибольший эффективный метод продажи объектов. Его головная первая – мощность отдалена удельничать в онлайн-аукционах. На черговых электронных торгах продадены будинок Цераховского дома культуры в Добрушском районе. За процессом сочила наш корреспондент Евгения Кухаронак. Комитет Гомеля обломаемость аккредитованный на электронной гандлевой пляцовце Белорусской универсальной товарной биржи. За час проведения 15-ти онлайн-торгов новых властников знайшли 5 объектов нерухомостей. Нияких сбоев в ходе электронных аукционов не было. Технология их проведения целком отработанная. Угет импераканалася и наша здимушная бригада. Завершены электронные торги, продан объект одному покупателю по начальной цене увеличенный на 5%. На жаль, нам не довелося поназирать за конкурентной боротьбой. Сегодня был один претендент на владание Цераховским домом культуры. Объект достался ему за 51 руб. 45 копеек. А вот до приклада улетку на электронных торгах за будинок былой бани у агрогородка Шарстин Ветковского района змагалися двое. Аукцион протягивался около полгодины. За 130 кроков цена на объект выросла со 170 руб. до 3600. Самое важное для участников – это то, что им подать заявление на участие в электронных торгах можно в городе Минске, либо в любом областном центре, независимо от места расположения объекта. Участвовать потом в самих торгах уже можно из любой точки мира даже, где есть доступ к интернету. Для дополнительной рекламы электронных торгов мы стараемся подобрать какие-то интересные все-таки на сегодняшний момент объекты. Полная информация про объекты, которые выставляются на электронные торги, находится на сайтах Белорусской универсальной товарной биржи и комитета Гомеля-балмайомость. До речи, ближайший онлайн-аукцион запланован на 1 листопада. На продаж выставляется комплекс будинков у Рычицы, две былые аптеки у Лоевским и Рогачевским районах, а так само бойный объект у Гомеля. Нового господара, шукая 5-поверховый будинок по улице Рабочей, 22. Такий бойный объект у Першиню выставляется на торги за одну базовую величиню. Здесь можно открыть объект коммунального хозяйства, магазин, объект общественного питания или склад. А кроме того, на территории Гомельской области сегодня продаются и промысловые пляцовки. Яны могут зацекавить буйных инвесторов. Так Гомеля-балбуд пропануя комплекс будинку огульной площадью 9,5 тысяч квадратных метров с готовой инфраструктурой. Размещены яны у областных центра, а так само на территории 8 районов Гомельской области. Евгений Кухаронак, Валерий Гапанько, телерадоя компания «Гомель». Посылки без черга у Паштамат набывая все большую популярность у гомельчан. По коль аппарат призначен для выдачи международной корреспонденции в нашем регионе усяго один. Олег Сенцеров наведал участок центральной доставки Паштовой Сувязи. По окульному участку доставки гомельского филиала «Белпошта» Тишиня основные работы пошнутся тут ночью, когда сюда придут почтовые отправления, то есть листы, посылки, навык газовые плиты. Ранится все это доставить в почтовые отделения, и при ожидании клиента ему додому, особенно когда это будут габаритные грузы. В гомельском филиале «Белпошта» кажут, что в своей деятельности ориендуется выключено на клиента. В речи миновито до его залежат объемы отправлений, и как выник доходы предприемства, в этой находе почтовым курьером, а парча службового мобильного телефона, областково выдаётся терминал для разъеку банковскими картками, предостався отправление по месту жихарства, это дозволяя одразу различиться за оказанную послугу. Наши клиенты активно пользуются услугами почтовой связи, пересылка почтовых отправлений, она большая, да, мы это чувствуем на наших объемах. Если мы говорим про международную почту, то, ну, наверное, на скидку, третья часть, да, это почтовые отправления, которые приходят из-за границы. Приём заявок по телефоне, про интернет-сайт и рассылка смс-поведомлений, всё не это так само реалии белорусской пошты. Правда, по культу такая послуга не отыщется отзвучайных посылок, но на их не указывается номер сотового телефона от ремальника, нема для этой категории и узгоднение часу доставки почтовых отправлений, подразнение от их же международных посылок и отправлений по скоройной поштой. Гомель, участок доставки, оператор Грек. Мазикова Зинаида Аркадьевна, на ваше имя поступило экспресс-отправление. Доставка будет осуществляться сегодня в период с 14 до 21. В какой период вам удобно ожидать? Можно с 14 до 17, либо с 17 до 21. Будете ожидать адрес ваш, скоростаянного 6, 57, правильно? Пошта МАТ – еще одна максимальность творить для клиента больше с проявленной умовы. У Гомеля, правда, просуясь в корсавиках этого года и поспел отремать популярность сирот-городжан. Кожный день поштовый курьер закладывает у специальной ячейки международные отправления, какие человек может бесплатно отремать у любых час суток. При наличии на поштовое отправление тех же мытных платежов, их можно оплатить на месяц. Обмежевание усягу одно. Посылка повинна отповедать по миру ячейки и вважить не больше 10 килограммов. На телефон пришла смс-ка с номером ячейки. Я подошла к почтамату, набрала этот номер и ячейка открылась. Я забрала свое отправление. Все очень легко и просто. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Першокурсники специализованного лицея при Университете громадянской обороны МНС Республики Беларусь сегодня официально уступили у роды юных вратовальников. В аурочистой обстановке они принесли клятву. Светками гетага были их старейшие товарищи, педагоги, батьки и кировництва Министерства по надзвычайных ситуациях. Все летодружную и сгуртованную семью лицея пополнили 60 хлопчиков. Для них начинается новый этап в жизни. Особенно научный режим наближен до армейских умов. Под час святочного церемониялу першокурсники пообещали быть отказными и добросумленными, высоко нести гонор лицеиста любить свою родиму. Хочется, чтобы в те минуты службы, когда было тяжело, когда сжималось сердце, они вспомнили вот этот день, вспомнили свои ощущения, когда они давали эту клятву перед руководителями, перед офицерами, перед лицом своих товарищей. И ощущение той торжественности, которая была сегодня, оно возвращалось к ним и давало им силы. Традиционно принесение клятвы проходит перед початком осенних каникулов. Из-за уседы на этой урочистой падении присутствует министр по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь Владимир Вашченко. Максим, а не все сегодняшние лицеисты, в будущем, станут супрацовниками подразделения МНС. Некто пополнить роды инших силовых структур, альбо знойдясь о биогромадянских профессиях. А лезь именно завжды застанутся отриманные веды и умения, а так само почуть обовязку и патриотизму. В лицеи созданы все условия сегодня и для учебы, и для занятия спортом, раскрытия всех талантов. И мы видим их успехи. И, конечно же, сегодняшнее мероприятие останется в их памяти. И самое главное, что это будут верные и защитники Отечества, и патриоты нашей страны. И мы этим убеждаемся, так как многие из них уже вступили в ряды и МЧС, и других силовых структур, и работают в целом на предприятиях, организациях нашей страны и показывают хорошие результаты. Министры по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь Уладимир Вашченко так само принял дел в аурочистом открытии вяровочного городка. Это шмат функциональная тренировочная пляцовка, которая уявляет собой разные этапы проходжения выпробований. Вяровочный городок призначен для развития физических навыков наученцев специализованного лицея при Университете гражданской обороны МНС Республики Беларусь. И он саденничает от процесса спрыта худкой реакции трывалости юных вратовальников. У Гомельской областной библиотеки имя Ленина свою новую книгу презентовал член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Юрий Плескачелский. Святочную падею просветили двум юбилейным датам – 75-ти годзю аутра и 50-ти годзю его навыковой деятельности. Книга «У таймованне цунами» у адрозненне от 20 раней выдаденных написана у навыково-популярным стиле. У ее измещаются отказы на питание, которые хваляли Юрия Плескачелского на протяжении его полвековой профессийной деятельности. На сторонках есть и факты, и гипотезы, и оригинальные идеи. Их тематика закраняет как навыку, так и обычная асяродтя. Любая хорошая теория начинается с мысли, с гипотезы, потом она обрастает какими-то обоснованиями, превращается в теорию. Любая мысль, любая новая вещь проходит, как вам известно, три фазы. Сначала все говорят, что этого не может быть, потом начинают говорить, что может быть в этом что-то есть, а третья фаза – это кто же этого не знает. Я надеюсь, что мы придем к такому состоянию, когда все, что здесь написано, будут говорить, ну кто же этого не знает. Повиншовать Юрия Плескачелского с выданием новой книги пришли сябры. Среди их письменники, поэты, мастаки, музыканты и, конечно, коллеги. На презентацию завитал старшиня президиума Национальной Академии Навук Беларуси Владимир Гусаков. Йон у знагородзе у Юрия Плескачелского золотым медалем Академии Навук. У Гомельским областным драматичным театра отбылась и премьера спектакля «Мужчинам у ваход заборонены». На сцене разгорнулась комедийная история про железных леди, абсолютно неподобных одна на одну со своими шкелетами в шафе. Спектакль поставленный по пьесе знакомитой американской журналистки и драматурга Лоры Шейн Каннингем. По сюжете шесть сябровок сбираются разом, как повиншовать одну из них с худким народжением детяти. Жанучие вечерки объеднали выдатных представниц слабого полу, а лимоцных духом. Душевная размова поступово перерастая у бурное обмеркование наболелых надзенных пытаньев, зусим неподуладных мужчинскому разумению. Пьеса, конечно, совершенно женская, спектакль абсолютно женский, о женских проблемах, о женском мировосприятии, как мы видим мир, как мы видим мужчин, как нам кажется, все на свете происходит. И, возможно, мужчинам будет забавно посмотреть на это, потому что даже всей силой мужской логики нельзя понять двух вещей, содержимое двух вещей – женской сумочки и женской головы. Вот мы чуть-чуть приоткроем завесу этой тайны, что там в наших головах происходит. Сегодня Гомельский цирк запускает новую программу «Империя Львов». До другого Снежня уключна глядачы мают макчимостью бачить яскравое представление с элементами тетрализованного спектакля. Напереды дни российские артысты поделились с представниками СМИ, некоторыми особенностями своего циркового выступления. Увазе публицы – видовищные номеры эквилибристов, поветранных гимнастов, жанглеров и клоунов. На манеже так само и самые разные живелы – собаки, кошки, мини-свинки, пони и ламы. Зорка программы – аттракцион с дрессированными львами. Одразу восемь африканских драпежников демонструют глядачам свои особистые умения и здольности. Уникальность номера подрыхтованного российскими артыстами – отым, что половы львов мают незвычайный белый колер и вызначаются особливо непродказальным норовом. До речи, ГТЦ «Рызвяро» у Гомель приезжали 7 годов тому, а лет тогда они были маленькими и у делу представлений не примали. Мы с большой радостью приехали на эту замечательную, радушную белорусскую землю. Ждались целых 7 лет, когда мы все-таки вернемся в Гомельский цирк. Наконец-то этот счастливый момент настал. Артисты в некоторой степени те же, в малой степени. А постановка, животные, костюмы, музыка – все совершенно новое. Я надеюсь, что мы все-таки порадуем зрителя. Надеемся, что понравимся. Грани творчасти. Выстава сучасного визуального мастацтва открылась у ГДУ «Имя Франциска Скарыны». У экспозиции больше 100 студентских работ. Республиканский проект «Угод малой родимы» притягивает увагу до историчной и культурной спадшины Беларуси. До дела им долучилися 45 университета Украины, от им лику три гомельские. Молодь с допомогой разных мастацких техник, адлюстровывая у своих работах творы белорусских письменников. У якости девизу все лето обрали родки Владимира Короткевича «Мой чаровный белорусский край», «Батьковщина, светлая моя». У экспозиции фотографии, живопис работы у техниках «Леттеринг» и «Коляровая графика». В свой особливый синтез литературы и мастацтва закликаны раскрыть творчий потенциал студента У. Это у нас визуальный сет, скажем, впечатления от каких-то белорусских произведений. Очень много фотографий. Они настолько ярко показывают красоту белорусской земли. Есть номинация очень интересная, называется «Леттеринг». Творческое осмысление через буквы. Фраза «Мой родный куд, як ты мне милый». И это уникальное направление. Еще есть одно из направлений, которое меня просто потрясло – рехарифма. Это как раз-таки тот момент, наверное, современности, когда белорусские знаки, которые используются в одежде, в рушниках и так далее, нужно продвигать, популяризировать в мебели, в символике, в украшении. Студентская выстава «Грань творчества» будет работать у ГДУ до 9 листопада, а потом отправиться у подорожа по выставочных залах и инших университета Украины. Это и так само и иншие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok